Здравствуйте, коллеги! Prodexpo 2021 снова на связи. Рядом со мной спикер сегодняшнего дня Ирина Ларина. Буквально несколько минут назад закончилось ее выступление, и нам, конечно, очень сильно хочется узнать, о чем оно было. Да, меня зовут Ирина Ларина, я Нижегородка, живу в Нижнем Новгороде, работаем мы по всей России, но скорее, так скажем, представляем регионы со знанием сегментации и регионов, и столичных метрогородов. У нас консалтинговая компания, которой уже достаточно много лет, больше 10, и у нас достаточно широкий кругозор во всех сферах бизнеса. Это и ритейлы, и торговые центры, и B2B, B2C, B2B2C, да, то есть разные виды бизнеса попадают к нам на консультацию для того, чтобы его развивать и монетизировать в соответствии с трендами, которые сейчас есть, с изменениями, которые с нами происходят, да, регулярно случаются. И компания наша называется BSQ, Business Service Quality. Ну, моя прерогатива – это развивать клиентский опыт, я этим занимаюсь уже более 18 лет, это то, чем я очень люблю заниматься, могу часами, годами этим заниматься, и мне это доставляет большое наслаждение. И мы сейчас постоянно объясняем, что клиентский опыт нельзя недооценивать, то есть почему мы уже говорим, что не совсем сервис, да, сервис – это узковато, что опыт определяет будущие отношения. Тот опыт, который мы получаем, толкает нас либо избегать повторения ситуации, либо повторять ее чаще и получать больше позитивных эмоций. И это можно делать в бизнесе. То есть мы говорим об искренней лояльности, которая поддерживается не механическими программами лояльности, не бонусными системами, а искренней вовлеченности в процесс покупки, в процесс взаимодействия, то есть любовью к бренду. Мы развиваем любовь к бренду, чтобы вас просто любили, чтобы хотели приходить как можно чаще, чтобы покупали больше, оставались на дольше, приводили друзей. То есть это то, чем мы занимаемся. В основном мы используем технологии сервис-дизайна, это технологии трансформации и разработки инновационных продуктов, но также есть и тактические вещи. То есть это разработка стандартов, это аудиты качества, обслуживание и качество инфраструктуры, например, магазина, либо сети, либо торгового центра, либо того объекта, который необходимо исследовать. Это обучение персонала необходимым навыкам. То есть мы доносим, что сервис — это система, что это не отдельные элементы, которые нужно точечно где-то развивать, что это увязывается как в тыловую часть работы операционную, так и в то, что заметно и видно нашим покупателям. И этим элементом этой системы, конечно, являются не только улыбки и вежливое обслуживание, но и забота о самих сотрудниках, потому что они тоже внутренние клиенты компании. И умение проявить эмпатию, и умение сегментировать клиентов не только по статусу, но и по жизненным ситуациям. То есть понимать, что они просто люди, и у них может болеть спина или голова, или быть плохое настроение, и при этом у них есть какие-то привычки, которые не такие, как у тебя. То есть человекоцентричный подход сейчас является основным в бизнесе и помогает ему развиваться. И такой вопрос, сейчас понимают ли предприниматели, что такой подход должен внедряться еще на этапе планирования бизнеса, или все-таки ваши клиенты в основном это люди, которые уже набили шишки, которые уже пытаются какое-то время, чтобы бренд стал узнаваемым и любимым, и это не получается? Идеальная ситуация, когда мы проактивно действуем, и до того, как объект открылся, мы делаем опыт бесшовным. То есть мы стараемся предугадать все ситуации, составить такой сценарий покупки, такой сценарий опыта клиента, чтобы он получал только позитивные эмоции и чувствовал, насколько ему здесь комфортно и хорошо. Но если возникли точки боли, как мы их называем, точки потери, прибыли или клиента, то, конечно, это все обычно можно устранить. Нужно просто правильно продиагностировать ситуацию и найти верные гипотезы, которые мы проверяем и переводим в решение. И, соответственно, подлечиваем эту ситуацию, чтобы все выровнялось и снова стало хорошо. То, что для простого потребителя понравилось или не понравилось, для вас целая индустрия, которая позволяет любить бренд и отдавать ему свои деньги с удовольствием. Спасибо вам большое за ваш опыт, и я надеюсь, что все люди смогут понимать, что на этом этапе, когда вы только создаете свой бренд, общение с вами даст огромный прирост в прибыли и в радости. Благодарю, очень в это верю и надеюсь, что так оно и будет. Спасибо большое за вопросы и интервью. Субтитры сделал DimaTorzok